Светофорами можно и нужно управлять. В Иванове открыт диспетчерский пункт по контролю за работой светофорных объектов. Подобную систему активно используют в Сибири и на Урале. В ЦФО в этом начинании мы первые. К системе подключено 8 светофоров с улицы Лежневской и Бубнова. В перспективе под контролем пункта будут все основные городские магистрали. Я думаю, что мы в дальнейшем будем развивать ситуацию таким образом, что на светофорах будет установлен видеокамеры наблюдения, которые будут в режим онлайн передавать сюда, в Центр, сообщения в виде регистрации той или иной дорожной ситуации на улицах областного центра. Это важно, потому что количество автомобилей превышает уже 130 тысяч в городе. В зависимости от времени суток режимы работы светофоров меняются. Всего 5 программ. Утренний час пик, дневной и вечерний режимы, вечерний час пик и ночной режим. Мы исходили из реальной ситуации. А все-таки такая сладость, что участки некоторые имеют небольшой запас по накоплению. И приходилось нам что делать? Группировать эти объекты. Скажем так, вот эти два объекта, еще плюс два, это одна группа, а вот эти два и два, четыре, другая группа. Между ними есть возможность накопления. Видите, какое расстояние большое? За счет этого накопления получается так, что здесь мы выпускаем, а здесь мы накапливаем транспорт. И вот эту пачку накопленную, чтобы не было зато ситуации, мы дальше выпускаем. То есть у нас получается прогресс с пачками. Вот пачку накопили, она вышла. Свет на поле накопили, она тоже вышла. Для демонстрации зеленой волны, как бы это реально, когда потоки уменьшены, это можно было сделать и сделано в ночное время. Там можно влиять в зеленую волну. Оптоволоконный канал связи между пунктом и светофоруме предоставил Интеркомтел. Программное обеспечение из Екатеринбурга. По словам специалистов, за неделю работы пункта пропускная способность на Лежневской увеличилась на 18%. Правда, день на день не приходится. По пятницках лечения было. Довольно-таки интересный был момент, что действительно прикрестки были пустые. Хотя была пятница. Но вот, извините, было понедельник, день знаний, тут весь город встал. Тут уже система не справилась. Ну, как она не справилась? В принципе, поток не стоял. То есть медленно двигался, но потихонечку, как говорится, рассасывался. То есть все-таки она работает, старается. Пока визуальной картинки в диспетчерском пункте нет. Например, о ДТП специалисты оперативно узнать не могут. Срочно изменить режим работы светофора или, например, включить желтое мигание. Инженеры могут после звонка из ГИБДД или городской мэрии. Но это только в экстренном случае.